После коммуналки на втором месте по важности семейного бюджета идут лекарства. Впрочем, у многих они первейшая забота. В любом случае, тройка семейного бюджета выглядит так. Коммуналка, еда, лекарства. Замечательно, что городское правительство заботится о малоимущих одесситах. Вот последняя информация. По состоянию на 1 ноября текущего года в Одессе насчитали 230 тысяч пенсионеров. Помимо пенсионеров по возрасту в Одессе также проживают 42 тысячи лиц с инвалидностью, в том числе 8800 инвалидов детства и 34 тысячи перемещенных лиц. 29 тысяч горожан получают материальную помощь на рождение ребенка. А еще 4,5 тысячи – помощь, которую выплачивают матерям-одиночкам. Напомним, в городском бюджете на 2019 год на социальную защиту заложено 481 миллион гривен. Ну, много или мало запланировали на социальную защиту наши депутаты. Судить трудно. И вот почему. Эксперты, занимающиеся ценовым анализом фармацевтического рынка Украины, опубликовали итоги своего исследования за три прошедших квартала текущего года. Выводы. В начале 2018 года социальная аптечная корзина стоила чуть более 187 гривен. А уже на 1 ноября ее оценили более чем в 190 гривен. Причем речь идет, повторяю, о самых простых препаратах – антибиотиках, жаропонижающих и обезболивающих таблетках. Все лекарства подорожали за первые 10 месяцев 2018 года от 4 до 11%. Перечислю. Импортные сосудорасширяющие средства на 4, а отечественные аналоги на 5%. Импортные антибиотики на 6, а отечественные на 9%. Ранее Ассоциация поставщиков торговых сетей проанализировала ситуацию продаж непродовольственных групп товаров в структуре товарооборота предприятий Украины в период 2008-2017 года. Хитом продаж в 2017 году стали фармацевтические товары. Они составляют более 9% от всех продаж. За прошедшие 10 лет эти товары увеличили свою долю почти в 2 раза и являются наиболее динамичной группой. К сожалению, этот факт не свидетельствует о здоровье украинцев и их хорошей жизни. Впрочем, судя по выступлениям в социальных сетях нынешнего главу Минздрава, более всего заботят рецепты готовки борща и советы по употреблению подсолнечного масла. О каком здоровье может идти речь?